Солнышко Обязательно, очень интересно Конечно же в последний день идём купаться в море Последний раз Чистое, красивое Деньги! Три! Столкнулись с маленькой проблемой Мы должны были оставить ключи у охранника от наших апартаментов Но он, брат, их отказался Соседовая санта Компорт Солнышко 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Поворачиваем направо, прощаемся в последний раз с морем. Теперь будем отдаляться от Средиземного моря. Теперь мы отсюда уехали. А что это он так? Давай еще. Сатурок, 15 суток. Если вы не поняли, что сейчас произошло, и спереди едущего автомобиля прямо на дорогу выкинули банановую кожуру, вам же я советую не мусорить. Здесь полно мусорных баков, вы можете доехать и выкинуть мусор потом, чем загрязнять дорогу и окружающую природу. Заезжаем в город Кони, тоже очень красивый, большой. Карты нас повели прямо через город, не в объезд. В прошлый раз, когда мы ехали в Каппадокию, мы проехали город, не заезжая в него. В этот раз мы его посмотрим. Сейчас проехали большой город, не в Шахир и едем в Кайсери. Заехали в столовку, посмотрели, что здесь вообще есть. Ну, наверное, по утрам здесь побольше выбор. Сейчас это суп, мяса нету, поэтому мы продолжаем ехать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Приехали в Зару. Перед тем, как заселиться в отель, решили заехать в магазин. Тут тоже, знаешь, как на склад чем-то похоже, ну, вот частично. Закупились мы успешно. А главное, машины не ездят. Пустые трассы, светофоры. Красный... главное, светофор горит красным, а никто не стоит. Так одиноко. Заселились мы в том самом отеле, где еще на пути в Каппадокию мы останавливались кушать. Нам здесь понравилось и решили на этот раз здесь еще и заночевать. Мы сделали свой заказ. Нам в подарок принесли турецкий чай, как всегда, салатики. Заказали рыбу, мясо. Сейчас приготовят, и я вам покажу, как это выглядит. Наш заказ. Мясо, рыба, котлетки, которые мы заказывали в прошлый раз. Мы покушали, и нам, как всегда, принесли опять подарок, арбузик покушать. В прошлый раз нам тоже его так же принесли. Обязательно посмотрите то видео, ссылочка на него будет в описании, и сейчас у вас на экране. Мы покушали на 530 лир. Золотой лифт. Сейчас посмотрим наш номер. Вот это мы, конечно, королевская особа. Наш номер. 1304. О, ну не такой, что он и большой. Зато, смотри, как... Ой, нет, большой. Так, у нас диван. Раскладушка чья-то кровать. Такой столик. Есть, ну, нажавем это кухни, мини-бар. Чайник. Мойка. Так, дальше. Здесь у нас ванная комната, душ, раковина, унитаз. И еще одна большая спальная комната. Сейчас я свет включу, вам покажу. Вот, большая спальная комната. Есть кондиционер, две кровати. Здесь окно, просто окно. И большой телевизор. Ну, очень-очень удобно. Это наша комната, у нас есть телевизор. Красиво. Получается 42 доллара на четверых. За одну ночь. А, ошибочка. У нас, оказывается, есть балкон. Как тут круто, можно было позавтракать. А мы уезжаем в 5 утра. Добрым утром мы уже проснулись. Время 4 утра. Быстренько перекусили. И готовы отправляться в дорогу. Сейчас поедем в Боржоми на границу через Вале. Как оказалось, утром отель довольно популярен среди туристов. Когда мы приехали, никого не было. Вся парковка была свободна. А сейчас ни одного свободного места. А нам казалось, что мы тут будем одни. Нет, все приехали ночью. Выехали в дорогу. Если будете проезжать недалеко от Зары или через Зару, обязательно останавливайтесь в этом отеле-ресторане. Можете просто покушать или на ночевку. Нам очень понравилось. Мы будем скучать по этому месту. Точку я обязательно оставлю в описании. Остановились набрать воды. Здесь очень много родников. Конечно, в горах их больше. Но так как мы на высоте... Какая высота у нас? На высоте 2160 метров. То тоже встречаются родники. Местность здесь не совсем горная. Скорее холмистая. И встречаем рассвет в машине. О, как они круто катаются на тележечках. 2068 бензин недалеко от границы Грузии. Через Вали. Тут такая заправка вообще не брендовая. Смотрите, с этой стороны дороги есть лес, а здесь нет. Высота сколько? 1940. 940. Куда отделся лес? Что? Приехали к границе, встали в очередь. Здесь стоят фуры. У нас отдельно у машин, конечно же, очередь. Встречка не может проехать. Приходится двигаться. Интересно, как долго мы будем здесь стоять? Ну, вроде, вот оно уже КПП видно. Поэтому не так долго. 1256, но у нас сейчас другая разница во времени, поэтому 1356. Да, ну, потому что 1256 – это время по Турции. А сейчас, так как мы ближе к Боржоми, сейчас 1356. Встали в очередь, можно сказать, в 2 часа. Проехали шлагбаум, прошли паспортный контроль. Все отлично. Здесь все строится, все в цементе, непонятно, куда, где. Когда вы проезжаете шлагбаум и встаете в очередь, нужно пройти на проверку наличия штрафов. Если у вас есть штрафы, вы должны их оплатить. Если нет, езжайте дальше. Но желательно это сделать, пока вы стоите в очереди, а не когда уже подъехали и вас досматривают. Нас проверили на наличие штрафов. Мы проехали всю Турцию без единого нарушения. Мы молодцы. Сейчас стоим в очереди из-за того, что сделано неудобно. Проверка штрафов в одном месте, а оплата там около шлагбаума. Плюс еще нету кассира, и водитель впереди стоящей машины, у него есть штраф, он ищет кассира, и получается вся наша группа стоит в очереди. Посмотрим километраж по Турции. 3980 километров мы проехали. Время в пути 67 часов. Средняя скорость 60 километров в час. Средний расход топлива 12 литров на 100 километров. Сейчас уже выезжаем с КПП Турции и заезжаем на КПП Грузии. Вон, видите, Джорджия. Потрезка границы строится. Почему-то вообще никого на границе нет. На территории Турции нету кассира. На территории КПП Грузии тоже нет проверяющего. Вообще непонятно. Какой-то бардак творится. Мы прошли границу. Все прошло отлично. Примерно 50 минут, и мы на территории Грузии. Пока-пока, Турция! Подъезжаем к Боржоми, а тут горят горы. Там за горой, видимо, какой-то сильный пожар. Диана говорит, прям как в фильме. Вертолеты залетают один за другим. Вообще, первый раз такое видим. С какой-то стороны интересно, необычно, с другой стороны страшно. Сильный пожар. Мы приехали к нашей квартире. Здесь мы уже были, когда ездили в путешествие в Грузию. В 2019 году арендовали ту же самую квартиру. Вот он дом. Это девятиэтажки. Вокруг лес, красота. Сейчас будем заселяться. Лифт, конечно, красота. Сейчас я вам покажу нашу квартиру в Боржоме. Здесь прихожая, сразу зал, большой диван, два кресла, телевизор. Первая спальня, большая двухспальная кровать. Радио это просто так. Ретро. Здесь огромное зеркало. Тумбочка. И посмотрим, какой вид из окна. Вид из окна у нас на елочке, домике. Видно парковку. Можно следить за хвалом. Дальше. Здесь у нас кухня. Есть плита, мойка, стиральная машина, небольшой столик. Здесь сразу вторая спальня. Опять двухспальная кровать. Вид такой же, тоже на гараже. И балкон. Такой балкончик. Здесь тоже речка. Видите, люди плывут. Похоже на рафтинг. Красивые горы, елки. У нас осталась ванная комната. Тоже очень большая, просторная. Здесь душ. Сушилка. С нашего последнего приезда в некоторых комнатах переклеили обои. И вообще хозяин очень добрый, веселый, отлично говорит по-русски. Даже это понятно по смайлику. На стикере, где нам написали Wi-Fi. Решили поехать прокатиться по боржаме. Первым делом хотим помыть хавала. Но Google, как всегда, привел нас куда-то не туда. Там, говорит, речка, мойки сами. Да, он говорит, что здесь мойка. Будет. Будет. Может быть, она будет. Попытка помыть хавала. Мы нашли мойку посреди города. Недалеко от какого-то, я так это понимаю, торговый центр. Понимаешь? В краю. Говорит, просто непонятно. Это работает, это пена, а это вообще не включается. А вот есть полкишок, можно закинуть у меня полкишочек. Правда, ты подскажешь, вода какая-то... Вода. Вода. Просто что-то непонятно стало. Это вода? Да. Спасибо. Мы в поисках кафе. Смотрите. Почему-то очень сложно в Боржоме найти кафе. Вообще, есть ни одной надписи. Кафе, ресторан. В Турции, где бы мы ни ехали, везде есть кафе, ресторан. Заезжай, кушай. А здесь едешь и не понимаешь. 8 лари за парковку. Где-то около железной дороги. 8. 5. А, 5. 5, ладно. Тем не менее, везде 3. Везде 3, да. Но 2 лари больше. На 170 умножьте вообще. Парковка дороже 170 тенге. А это что? Не, вон здание. Красиво. Ну, тут много советских зданий вообще. Вот, разруха. Какое маленькое кафе. Ну, это единственное, что мы нашли. Миленькое, аутентичненькое. И грузинский вкус. Пройдемся по классике. Например, хачапури по-аджарски 13 лар. Также хинкали. Хинкали есть калакури. Это что? 1,30. Пельмени со сметаной. Есть пельмени со сметаной. Те, кто скучает по пельменям со сметаной, 10 лар. Показали мы 8 хинкали, 1 хачапури. И попить тархури. Ну, здесь без комментариев, да, просто хачапури. Это классика. Вкусно. Обязательно. Сейчас перемешаем. Вот. Каждый раз, когда приезжаем в Грузию, обязательно. Надо съесть хачапури. И второй наш заказ, это хинкали. Да, 42,5 лар. Всем с добрым утром. Я вам отвечаю, это доброе утро. То есть на улице не темно, на улице светло. Уже светит солнце. Время 10 часов утра. Да, почему так темно? А потому что мы идем по подъезду. О, господи. Кого мы встретили в подъезде? О, я боюсь. Она хочет колбаску. Дай ей колбаску. Мы хотим накормить некоторых пёсиков колбаской. Нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. О, накормили пёсиков. Пошли, Зина. Хотела вам просто показать подъезд. Потому что, ну, это нечто... Он идет за тобой, только из-за колбасы. Это нечто страшное. Почему-то очень грязное. Я не знаю, его никто никогда, такое ощущение, как будто не белил. Страшный лифт, который работает только за деньги. Закидывайте одну лари, можете подняться или спуститься. Вот, мусор, мусор. Мне очень приятный подъезд, честно скажу, но квартирка неплохая. И еще смотреть. О, вкусно, вот эта кошечка. Тут есть кошка. Можешь на меня сейчас направить? В общем, здесь очень много собак. Видите, здесь даже есть хаска. Видно то, что она породистая. Кошка. Хорошо. Сейчас мы их покормим. Давай, лови. Раз, готов? Два, готов? Три. Молодец. Пока. Тут решили купить сванскую соль. Еще купили хмели-сунели. Получается один стаканчик, один лар. Мы купили килограмм сванской соли. Даже чуть-чуть больше получилось. И немножко хмели-сунели. Получилось на 25 лар. Сейчас едем по трассе. До Тбилиси осталось всего лишь 58 километров. До верхнего ларса 183 километра. Продолжение следует... Продолжение следует... Это 2 виноградные, 2 виноградные, 2 гранатовые, есть фундук, продается вино, 20 бутылок, грецкий орех и гранатовая пастила, получается черчхела. Начинается дорога по серпантину, все фуры двинулись, никто не может обогнать, потому что встречка плюс серпантин, едем около Женвальского водохранилища, не обгоняйте по сплошной линии, ездите по правилам, а то мало ли что может случиться, вдруг полиция, потом придется еще время тратить, платить штраф. Оно как-то не все получается водохранилище, а река Арагви, и вот это она, вот это река Арагви. Проезжаем крепость Ананури, мы кстати на этой крепости еще не были, но здесь есть туристический автобус. Доехали до Нового Гудаури, скоро доедем до Арки Дружбы Народов. Если вы хотите посмотреть на Арку Дружбы Народов, я это показывала в прошлых видео, тоже переход границ, когда мы ехали из России в Грузию, обязательно посмотрите, ссылочка в описании. Красиво, такой серпантин, модно. А вон и Арка. Арка Дружбы Народов, проехали, осталось совсем немножко до границы. Канатная дорога. Дует ветер, вам наверное меня не сильно слышно, остановились в магазин, здесь рядом заправка. Вот цены на заправке в Грузии. Это вроде одна из первых заправок после границ. Что, прям вообще пробки не будет? Все прошло прямо очень быстро. Прошли грузинскую КПП вот 5 минут, мы уже на нейтральной территории. Теперь осталось подождать только папу и все. Отключаемся. Время... Время 15.13, ну или 15.12. 5 минут, прошли КПП территории Грузии. Как долго будем стоять на нейтральной территории, мы не знаем. В прошлый раз стояли всю ночь. Ты куда? Гулять. Куда гулять? В 14.20 выехали из туннеля и встали в очередь рядом с разделительными коридорами. Туалет закладывали. Уфу, какой ужас. Какой ужас. Стоим на нейтральной стороне, решили с Дианой прогуляться. Речка грязненькая сегодня. Туалеты тоже все грязные. Поэтому желательно сходите где-нибудь на заправке перед границей. Стоим уже 30 минут, очередь медленно продвигается. Проехали первый шлагбаум, сейчас подъезжаем к КПП со стороны России. Время... Сколько времени? Еще раз. Время 15.09. Шел ровно сейчас, как мы подъехали к КПП Грузии. Мы уже на российской стороне. В общей сложности прохождение границы заняло 2 часа. В отличие от дня, когда мы ехали в Грузию и простояли в очень длинной пробке, которая длилась почти 5 километров, сегодня пробки нет вообще. Здесь по встречке все стояли. Сейчас ни одной легковой машины нет. Субтитры подогнал «Симон»